С вами Николай Пемненко в проекте Дата. Сегодня 22 марта. Всемирный день воды или водных ресурсов. Генеральная ассамблея ООН объявляет такой праздник в 1992 году. Даже не праздник, а просто всемирный день. А целью проведения этого дня является повышение осведомленности о том, в какой степени освоение водных ресурсов способствует повышению уровня продуктивности экономики и социального благосостояния. Потому что вода – это богатство всей планеты. День Балтийского моря также отмечается 22 марта. Решение о ежегодном праздновании такого дня было принято на 17 заседании Хельсинской конвенции Хелком в 1986 году. У родившихся в этот день 1459 год в этот мир приходит Максимилиан I, император Священной Римской империи. Он, Максимилиан I, Габсбург, завязал дипломатические отношения с русским государством, заключал договоры с московскими князьями Иваном III Васильевичем и Василием III Ивановичем, военные союзы против Польши. Будучи человеком одаренным и широко образованным, Максимилиан I разделял идеи гуманизма, оказывал финансовую поддержку многим писателям и художникам. 1599 год, день рождения Антони Савандейка, ломандского живописца. Он рано проявил себя мастером портрета и живописи на религиозные и мифологические сюжеты. Два года работал в мастерской Рубенса. Король посвятил его в рыцаря, а потом пожаловал ему статус королевского художника. Год 1905, 22 марта, день рождения Григория Козинцева, советского кинорежиссера «Король Лир» и многие другие фильмы, которые хорошо знают наши соотечественники. Выдающийся советский кинорежиссер. Работы его еще при жизни были признаны киноклассикой. Один из создателей советского киноавангарда 20-х годов, а впоследствии культовых картин «Дон Кихот», «Гамлет» и опять же «Король Лир». Георгий Витцин как-то признался мне в интервью, что Козинцев якобы пробовал даже его на роль Гамлета. Но не состоялось. 1915 год, день рождения Георгия Жонова, народного артиста СССР. За годы творческой деятельности он играет более 100 ролей в театре и кино. Выходец из простой крестьянской семьи. Стал знаменит после того, как вернулся из ГУЛАГа. Сперва, получавший от власти лишь тумаки и затрещины, он вдруг стал любимцем чиновников и получал награды, медали и почести. 1923 год, день рождения Марселя Марсо, французского актера Мима. У него есть популярная пантомима «Против ветра», где по сцене движется человек, преодолевший невероятную силу ветра. Шаг вперед, два шага назад. Медленно, но неуклонно он идет к своей цели. Майкл Джексон видел эту постановку, и она произвела на него неизгладимое впечатление. На основе этой пантомимы Джексон якобы и придумал свою знаменитую лунную походку. Потом два великих артиста встречались не раз и стали друзьями. 1949 год, день рождения Фанни Ордан, французской актрисы. С момента своего кинодебюта она самая популярная и уважаемая актриса Франции. Ее фильмография насчитывает более 50 картин, но самой известной в ее карьере стала роль обольстительницы в фильме Франсуа Трюфо «Соседка». «Я живу в полную силу, словно все еще очень молода. Никогда не скрывалась от старости. Меня не заботят журналы, которые пишут, как трудно сохранить молодость. Мы живем только раз и не имеем права делать то, что нам не нравится», считает Фанни Ордан. А в 1948 году родился Эндрю Ллойд Уэббер, автор таких известных мюзиклов, как «Кошки» и «Иисус Христос. Суперзвезда». В 1958 году родился Валерий Сюткин, экс-солист группы «Браво», заслуженный артист России. А в 1961 Александр Цикало, российский музыкант, актер, телеведущий и продюсер. А теперь о некоторых событиях этого дня. 1633 год. Галилей коленно-преклоненно отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордана Бруно выслушала свой смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменяет Галилею заключение в тюрьме Инквизиции изгнанием. И тот сможет вернуться на виллу. Там он должен будет жить в строжайшем уединении. 1710 год. Русскими войсками под командованием Петра I взята крепость Выборг во время Северной войны. А в 1924 году, накануне открытия 13-го съезда партии, собирается пленум ЦК. Первый берет слово Надежда Крупская. Она приносит письмо Ленина, которое вошло в историю как завещание вождя. Ленин просит зачитать письмо на съезде партии. Воля Владимира Ильича не была выполнена. Завещание от рядовых членов партии скрыли. 1904 год. В лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире публикуется цветная фотография. В этом же году уже наш Прокудин Горский совершает несколько фотопоездок, в ходе которых делает много цветных фотографий Кавказа, Средней Азии, Крыма и Украины. Весной 1908 года Сергей Михайлович гостит в Ясной Поляне, где делает уникальную серию снимков, в том числе несколько знаменитых цветных портретов самого Льва Толстого. В 1909 году Прокудин Горский получает аудиенцию Николая Второго, который поручает ему запечатлеть на цветных фотографиях всевозможные стороны жизни России, русскую культуру и историю. Ну и последнее. Сегодня Международный день таксиста. Более ста лет назад, а точнее 22 марта 1907 года, в Англии появилось первое такси. Кэп со специальным таксометром, который оказывал услуги по перевозке пассажиров. Такси, от французского слова и греческого, означающих, соответственно, плата и измерение, показывало пройденное расстояние с помощью обычного счетчика. И это избавило водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку. С тех пор этот день все таксисты считают своим профессиональным праздником. Кстати, в России к таксистам у нас особое отношение. И где-то в душе немножечко жалеешь о том, что, возможно, это исчезающая профессия. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин